Привет, друзья! Привет, YouTube! Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую вас на канале Акриловая Заливка. Друзья, предлагаю вам сегодня испытать наш фло-медиум. Помните, мы такое делали? То есть аналог флоэтрола. Посмотрите видео, если не видели. И мы его сегодня будем испытывать. Но испытывать мы его будем уже с цветными красками. То есть окрашивать наш медиум я буду колером. Колерами, да? Даже я взяла вот такой черный. Попробуем его. Пигментами сухими. Художественной акриловой краской. Вот, собственно, этим мы будем делать цветные краски. Так, ну давайте, собственно, вот мой стоит уже здесь, я не знаю, где-то около не меньше недели, может быть, уже две недели прошло. Вот осталось еще. Немножко загустел, но ничего. Вот, и мы сделаем, давайте, краски по-быстренькому. У меня тут время появилось немножко. Написала работу, кстати, красивую. Потом вам покажу обязательно картину. Итак, вот он мой фло-медиум. Это тот же самый, который я замешивала в видео. Все то же самое, друзья. Ничего не замешивала. У меня у нас он стоит. Как бы попробовала его. И вот еще можно. Разливаем по стаканчикам. Для чего я взяла, друзья, разные, как бы, окрашивающие пигменты и колер, и акриловую краску, и пигменты, и вот, да. Для того, чтобы сразу все в одной акриловой заливке попробовать. Давайте колер первым возьмем. Желтенький. Сюда я добавлю. Вот возьмем черный. Давайте попробуем черный. Посмотрим, насколько все-таки моя краска, наш медиум, вернее, выбеливает ли черный цвет или нет. Это тоже важно. Заодно проверим, да. Ух ты. Ладно. Возьму розовенькую. Так. Сейчас у меня ее тут мало. Оп. Вот эту смешаем. И два пигмента. Я смешаю сразу два, чтобы получить более интересный пигмент. Потому как они мне как-то так, знаете, то нравится, то не нравится, понять не могу пока. Синий пигмент это у меня. И какой-то такой зелененький цвета морской волны, бирюзовенький даже. Вот, хватит. Все. Давайте, наверное, перемешивать. Палочку не взяла. Ну ладно. Пальчик. Пальчик. Все. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В качестве подушки, друзья, у меня фасадная краска, дешевая какая-то абсолютно. Вот остатки я... Где она тут? Вот. Я ее перелила в банку из-под клея, подписала. Мокки, мокки, мокки фасадная, да? Это остатки уже. Вот. Если... Вы можете, кстати, напомню вам, вы можете попробовать, не обязательно взять фасадную, можно взять моющуюся, можно взять латексную, можно взять интерьерную и можно взять фасадную. Вот четыре вида красок, которые... Может, еще какие-то есть, можете еще тоже, на другой. Попробовать в качестве подушки. Делать я буду в технике свайп. Вот. Технику свайп, мне она нравится. Если там ячейки будут, значит, ухо замечательно. Вот. Вот, да, делаем подушку, смешиваем краску с клеем ПВА. Один к одному. Все. Можно добавить грунтовки, акриловой грунтовки, чуть-чуть, для того, чтобы краска более-менее ровно растекалась, ровный слой был. И, опять же, грунт нужен для того, чтобы в грунте находится акриловая дисперсия, а вот этот акрил нам он и нужен, потому как мы разбавляем краску, уменьшается количество акрила в этой краске, да, а мы его с помощью грунтовки мы его восполним. То есть акрил нужен, да. Вот моя краска, в общем, вот такая она. Вот. С клеем ПВА, я уже сказала, да, один к одному смешала. Кстати, если будете пробовать не фасадную, а какую-то еще моющуюся латексную, либо просто белую интерьерную, вот, отпишитесь, потому как на каждой краске получается разный результат. Просто интересно, что у вас получилось. Вы взяли другую подушку, и вдруг у вас там что-то классное получилось. А может быть вообще нифига не сработало. Так что давайте это самое пробовать вместе. Я не могу, как понимаете, сразу все четыре краски подушки смешать здесь. Ну, слишком долго и слишком накладно. Итак, дальше ключ. Ключ у меня мой стандартный. Вот он в баночке. Этот ключ я использую для техники Блум. Он проверенный. Вот. Я его здесь же буду использовать. Просто испытаем вот на цветных вот этих красках, которые замешаны на фло-медиуме. То есть на нашем самодельном фло-итроле. Вот. Что касается ключа, я рассказывала. Активатор. Есть видео. Посмотрите, как сделать активатор. Вот. Вы можете взять свой, любой хороший активатор, который у вас срабатывает. Или более или менее что-то срабатывает. Понимаете? И... В общем, берете и пробуете. У меня здесь строительная краска и клей ПВА. Так. Сейчас приготовлю место и продолжу. Итак, друзья, продолжаем. Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что я не использую в цветах активные колеры. Что такое активный колер? Это те колеры, с помощью которых получаются такие псевдо-ячейки. Про колеры я рассказывала. Есть хорошее видео, как отличить активный колер от неактивных. У меня колеры неактивные. Если кто-то пробует с активными колерами, отпишитесь. Возможно, у вас результат будет отличаться намного, чем мой результат. Скажем так. Так. Делать я буду технику свайп. Вы можете попробовать в любой другой технике. Я просто не могу все техники перепробовать. Но я думаю, опять же таки, другая техника, другое нанесение краски, она может сработать несколько иначе, по-другому. Вот. И поэтому, если вы пробуете другую технику, напишите. Интересно. Особенно новичкам будет тоже интересно. Так что пробуйте. Вот. Итак, подушка. Собственно, давайте в технику свайп. По-быстрому. Собственно, моя подушка. Лягушка. Так. Куда? Стоп. Ой, фен не взяла. Ну ладно. Чёрный. Вот он постоял, он стал практически чёрный. Пигмент. Кстати, мечтаю купить себе хорошие пигменты, но зараза, такие дорогие. В долларовом эквиваленте. Ну, с ёлки-палки. Так. Что ещё? Ну и жёлтую. Ну и жёлтую. Итак, друзья, дико извиняюсь. У меня, как всегда, села батарея. Ну, вот такой результат. Вот. У меня получился. Здесь красиво, довольно-таки неплохо. Крупные ячейки. Это где-то местами сетка есть, но в основном это ячейки. Здесь есть вот радужный такой вот эффект. Фотографии я прикреплю, просто посмотрите вот на эти вот ячейки. Вот. Но, к сожалению, очень мало почему-то цветных. Вот здесь. Может быть, конечно, я как-то слила. А ещё? Ещё что? Скорее всего, проблема у меня в моём сейчас составе, вот на сегодняшний момент. Проблема в подушке. Подушка слишком жидкая, поэтому все цветные краски, они либо утонули, либо ушли. Вот. Потому что подушка жидкая. Из-за чего делается жидкая подушка? Теперь я объясню. Когда в подушку вы добавляете, вот как я добавила вот такой грунт, грунтовку, хоть я и чуть-чуть, я очень мало туда добавила, но краска становится жидкой. И она растекается очень сильно, вот. И как бы она начинает в себя пропускать цветные краски, а этого нельзя, в общем-то. Вот, скорее всего, у меня из-за этой грунтовки такая проблема. Поэтому думайте сами, стоит ли добавлять акриловую грунтовку, либо не стоит добавлять. Может, в каких-то других техниках, техниках с феном, допустим, дачпур, да? Может, это было бы и неплохо, но... Вот у меня вот так вот пока. И, как видите, да, цвета мало, в основном чёрный. И как-то так. Ну, давайте посмотрим, где наша цветная краска, проверим всё-таки. Проверить её можно шариком. Здесь её нет. И там понятно, что... Да, она... Ну, вот. Как-то так. Ну, в целом, неплохо. В целом, неплохо можно пробовать. А то... И ещё, друзья, я у себя тут нашла. Пигмент у меня стоит. Ой, сейчас, палочку-палочку. Вот пигмент смешанный. Здесь три пигмента, на самом деле, но без нашего фло-медиума. То есть, замешанный пигмент на другом составе. Это лак и французская глизаль. Давайте я его попробую. Может быть, что-то получится. Ну, так, уже для разнообразия. Прям буду использовать вот с этими красками. Вот. Раз у меня уж краска тут разведена, почему бы не попробовать? Поэтому всё нужно экспериментировать, друзья. Давайте экспериментировать, давайте пробовать. Тут у меня мало краски, но... Видите, как она растекается? Жидковата. Подушка жидковата. Может быть, из-за этого такой результат. Ну, ладно. Что называется. На старуху-проруху, да? На старуху-проруху, да? Субтитры сделал DimaTorzok. На старуху-проруху, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. итак друзья что мы видим вот добавила я тут другой вот этот до состав уже побольше цветных красок их уже более видно да но есть некоторое расслоение моего активатора вот вот в этом месте так что надо все экспериментировать возможно друзья возможно наш флор медиум нужно добавить побольше лака акрилового лака и будет результат несколько иным ну я так думаю это вот мои такие предположения так что попробуйте все нужно пробовать то есть бывал я не помню что мы туда уже добавляли где-то записано у вот но можно добавить еще пывал лак и будет что-то другое вот такой вот результат не знаю нравится вам не нравится но побольше цветного красиво вот здесь вот красиво мне прям нравится здесь вот мне не нравится до из-за то расслоение краски происходит потому что разная краска ну ладно пусть так и будет да в общем друзья пробовать пробуйте отписывайтесь что как с чем смешивали все надо экспериментировать даже тут фло медиум который я дала вам рецепт там пропорции надо тоже как-то вымерять отмерять будет все равно ну а я на этом с вами не прощаюсь я желаю вам всех благ я желаю вам хорошего настроения и да прибудет с вами вдохновение до новых встреч пока пока друзья хочу показать вам вот такую красоту которую мне тут получилось смотрите слила все краски остатки в один стакан и просто вылила вот такая красота сейчас попробую настроить прям сочетание не знаю как камера не передает все равно вживую это очень очень красиво выглядит вот ну все пока пока а